Гонщики из Екатеринбурга приняли участие в международном марафоне «Шелковый путь-2019» и стали победителями этого престижного соревнования. По завершении соревнований победитель ралли-марафона Сергей Корякин вместе со своей командой посетил Азбестовский детский дом. В Азбестовском детском доме мастер международного класса, участник многих международных соревнований, победитель ралли «Шелковый путь» вместе со своей командой устроили настоящий праздник для детей. Все мероприятие было разделено на два этапа. Первый – это общение с воспитанниками детского дома в актовом зале. Сергей рассказал детям о себе, о соревнованиях, о команде. Был показан небольшой фильм о прошедшем авторалли. Ребята с большим интересом слушали Сергея Корякина, но еще больший интерес у них вызвал второй этап встречи, где детдомовцы смогли покататься на квадроциклах. Нужно было видеть этих детей. Они с блеском в глазах и восторгом одевали на себя необходимую амуницию для безопасности, садились на квадроциклы и с помощью участников команды катались по территории. Причем некоторые из ребят смогли самостоятельно управлять этими агрегатами. Отношение Сергея Корякина к подобным мероприятиям – не столько обязанность, сколько в большей степени потребность. В определенный момент ты насыщаешься своими эмоциями и ты начинаешь чувствовать эмоции других людей, особенно детей. У детей эти эмоции абсолютно искренне, чистые. И когда ты можешь подарить детям такие эмоции, это вдвойне начинаешь ценить такие моменты. И потому, когда мы чувствуем, что детям это нравится, если посмотрите в их глаза, в их блеск, который у них появляется, когда они катаются, несутся на квадроциклах, это, конечно же, это бесценно. И поэтому мы это и делаем, потому что нам самим это нравится прежде всего. Сергей рассказал нам об идее создания мотошколы для детей. Идея эта родилась давно. И, как говорит чемпион, есть команда, у которой накопилось огромное количество знаний, опыта, которые они могут передать детям, привнести спорт в их жизнь. Многие не знают, что спорт – это круто. И мы стараемся на своем примере показать, как нам помог спорт. И что путь, который связан с наркотиками, с алкоголем, с средними привычками, он не приводит ни к чему. И есть путь спорта. Спорт строит в тебе характер, строит некий хребет, который позволяет тебе выдерживать как раз-таки вот эти трудности, про которые мы с вами говорили. И наша задача, что, понятно, не все, но хоть небольшая часть вдохновятся спортом и выберут спорт, как их дальнейшую жизнь. А дальнейшая жизнь в спорте – это гарантированно успешная жизнь, сильная, здоровая жизнь. И, конечно же, это будущее нашей страны. Мотошколу организовать удалось. Может, не такую, как бы хотелось, то есть с помещениями и полигоном, а механизированную на колесах, с которой команда и разъезжает по городам Свердловской области. Мы сейчас как раз-таки организовали детскую мотошколу. Компания «Форрест» нас в этом активно поддержала, приобрела технику, приобрела экипировку, защитную для детей в безопасность прежде всего. И вот благодаря им у нас появилась вот прямо уже такая техническая база, которая позволяет нам проводить такие мероприятия. Сотрудничество с компанией «Форрест», которое началось в 2017 году, помогло нашим гонщикам принимать участие во многих международных соревнованиях. И вообще изначально, как бы, даже в 2017 году, когда началось наше сотрудничество с компанией «Форрест», именно благодаря их поддержке мы смогли выиграть гонку «Дакар». И вот уже на протяжении, получается, четырех лет компания «Форрест» является генеральным партнером нашей команды. И благодаря им у нас есть возможность защищать честь нашей страны, честь нашей области на мировой арене, в Африке, в Южной Америке, в Саудовской Аравии будем, в Эмиратах. По всему миру мы несем флаг России, флаг Свердловской области, флаг наших спонсоров. Вместе с командой Сергея Корякина приехала журналист и переводчик Тина Гарник. Она поделилась с нами своим мнением о чемпионе. Сказала, что Сергей по-настоящему влюблен в спорт, влюблен во все, что он делает. И вот этот проект, в том числе, который он, детская мотошкола, который он задумал и с которым к нам пришел в «Форрест», это только подтверждает это, потому что это дает ему тоже колоссальные эмоции. Я вижу по лицу, с каким вдохновением он работает с детьми и просто распространяет свое знание и свою любовь к спорту. Тина отметила, что для компании «Форрест» спорт – это одно из приоритетных направлений. Для компании «Форрест» спорт – это одно из приоритетных направлений для благотворительной и социальной поддержки. И во всех городах, где присутствует компания, в том числе в Азбесте, в том числе, например, в Сухом Лагу и в других городах Свердловской и не только Свердловской области, абсолютно везде действуют спортивные программы как для сотрудников, так и для жителей городов присутствия компании. Экипаж Сергея Корякина и Антона Власюка занял первое место среди восьми экипажей в классе баги-ралли-марафона «Шелковый путь». Призовое место в классе баги также заняла и другая команда из Свердловской области – это экипаж под управлением Алексея Шмотьева и Андрея Рудницкого. Они заняли призовое третье место. Компания «Форрест» в рамках социального партнерства поддерживает не только развитие детского спорта и другие благотворительные программы, но и активно поддерживает профессиональный спорт, чему доказательство – убедительная победа наших спортсменов в прошедшем ралли-марафоне по маршруту Иркутск-Монголия-Китай. Юрий Челикин, Максим Фетисов. Новости АТВ.